Сегодня мы откроем для себя командную строку, причем Windows. Как ни странно, Windows она есть. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Для Windows командная строка — это рудимент, оставшийся от тех замечательных времен, когда собственно графической оболочки Windows еще не существовал. Тогда, кстати, и мышки еще не было, а программы вызывались с клавиатуры, собственно, путем ввода текстовых строк. Команд в командной строке. Но рудимент этот остался и может помочь и сейчас. Хотя, я думаю, не больше одного процента пользователей Windows обращаются к командной строке. Но с тем, чтобы разрушить наш первобытный мистический страх перед этой самой строкой, давайте, собственно, в командную строку Windows и заглянем. Можно, например, воспользоваться поиском. У меня она тут в последних, но в целом вам нужно искать cmd. Это команда для вызова командной строки. Ну или, собственно, саму командную строку. Запускаем. Либо можно воспользоваться утилитой выполнить. Это, кстати, тоже по сути командная строка, поскольку здесь вы вводите команды. Выполнить вызывается сочетанием клавиш Command и английской R. Command — это кнопка с изображением форточек на клавиатуре. В качестве команды пишите cmd и запускаете командную строку. Вот такой красивый черный экран. Давайте сразу про синтаксис. То, что находится перед курсором, говорит о вашем текущем местоположении. То есть это путь до того места, где вы находитесь. Если в Windows, например, вы последовательно открываете несколько вложенных папок и добираетесь до какой-то конкретной, вы проходите какой-то определенный путь. То есть вот он последовательно, начиная от компьютера и заканчивая папкой заставки. А вот как бы он выглядел в командной строке. C косой слэш, фильмс косой слэш, заставки. И давайте попробуем восстановить путь, который у нас сейчас указан в командной строке. Это у нас диск C. Users в русскоязычном Windows — это пользователи. И тут нас интересует пользователь по имени добир. Еще раз. Диск C. Пользователи. Добир. Мы находимся сейчас в этой папке и вот путь до этой папки. Отлично. Однако в графическом интерфейсе, в частности в Windows, мы видели, что в папке добир достаточно много каких-то папок. Тут вроде как ничего нет, но это не так. Все тут есть, но так как это командная строка, нужно ввести определенную команду, чтобы посмотреть, что тут есть. То есть вывести на экран содержимое папки. В случае с Windows — это команда dir — директория. Посмотреть содержимое директории. Вот сейчас мы видим все, что видели в папке добир в Windows. Более того, мы можем продолжить свой путь, то есть зайти в какую-нибудь папку, например, videos. И это будет равноценно тому, что мы открыли следующую папку Windows. И опять же, для того чтобы посмотреть, что есть в этой папке, нужно ввести команду dir. Сразу оговорюсь, что, собственно, командой dir в случае работы на сервере вы, вероятно, пользоваться не будете. Команда dir используется в Windows, а большинство серверов, особенно в недорогом сегменте хостинга, работают на Unix и Unix-подобных системах, к которым относятся, скажем, Linux или Ubuntu. Тут можно пуститься в историю, рассказать, с чего все начиналось и чем закончилось, но давайте не будем. В курсе я буду рассматривать только Unix и Unix-подобные операционные системы. Скорее даже именно Unix-подобные, поскольку, еще раз повторю, они наиболее популярны среди хостеров. Различий в командах в командной строке между Windows и, скажем, Linux не так много. Но вот как раз команда dir относится к их числу. То, что Windows dir в Linux LS. Но не забивайте пока себе голову, это не так важно и не так сложно. Поэтому вернемся к командной строке Windows и забудем пока все эти чуждые человеческому восприятию слова типа Unix и Unix-подобных систем, а попробуем уже ввести какую-нибудь команду. Скажем, date, то есть дата. Представим, что графического интерфейса у нас нет и в правом нижнем углу мы не видим текущую дату. Или команду time, которая позволяет нам посмотреть текущее время. А для того, чтобы узнать, что вообще вы можете набрать в командной строке Windows, введите команду help и он выдаст все команды, которые вы можете использовать. Это же относится и к Unix-подобным системам. Команда help выводит подсказку по параметрам команд и часто сильно помогает при работе с ними. На этом сегодня все. Очень советую до следующего урока поработать с командной строкой Windows. Сломать вы там ничего не сможете, Windows вам не позволит выполнить какие-то команды, потому что у вас нет прав. Windows он вообще такой. Сам решает, какие права вам дать, а какие забрать. Поэтому, собственно, ну еще из-за цены большинство хостеров выбирают всякие Ubuntu в качестве операционных систем для серверной части.